Здравствуйте! Как вылечить COVID-19 за один день в домашних условиях? Без осложнений? Ссылку на такое видео через разные мессенджеры прислали мои подписчики канала «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» на YouTube. И попросили прокомментировать, что я делаю с огромным удовольствием. А заодно расскажу еще более подробно, как можно заниматься профилактикой и лечением, используя основной действующий ингредиент из этого метода. Один доктор, находясь в Италии, находясь в горячей точке коронавирусной инфекции, с помощью водки и ингаляции ее паров, вылечил COVID-19 у себя всего за один день. Я в этом видео прокомментирую и его результат. Ну и дам еще несколько возможностей вам использовать правильно спирт для того, чтобы заниматься и профилактикой COVID-19, и лечением различных его проявлений. Итак, наиболее известный способ использования спирта – это спирт с глицерином. Такие средства дезинфекции вы можете купить, можете сделать самостоятельно, но один совет диетолога. Не используйте губительная концентрация спирта для коронавируса около 70 градусов. Поэтому никогда не берите спирт 70 градусный, берите 96 градусный. При смешивании с глицерином у вас будет необходимая концентрация, которую не очень любит коронавирус и легко гибнет. Глицерин нужен для того, чтобы удержать на поверхности кожи спирт и приговорить фактически к коронавирусу. Только в этом случае вы в зоне защиты. И можете обрабатывать свои руки после того, как вы контактировали с различными предметами или поверхностями содержания коронавирусов, на которых вы не можете контролировать. И ваши руки в этом случае будут в безопасности. Вы не можете коронавирус занести в свой организм. Если вы находитесь вне домашних условий, не советую вам каждые 5 минут делать такую обработку, если у вас есть другие средства защиты. Ваша дыхательная и пищеварительная система закрыты обычной маской. Ну а глаза — это еще один путь, подтвержденный проникновением коронавируса в организм обычными очками. В этом случае прямое попадание коронавируса в ваш организм не происходит. А также если вы грязными руками, либо руками, которые защищены перчатками, потрогаете вдруг лицо — коронавирус останется на поверхности наружной маски и не попадет в ваш организм. В этом случае у вас защита работает. И социальная дистанция 1,5-2 метра будет срабатывать. Если же вы находитесь в окружающей среде без этих приспособлений, то социальная дистанция увеличивается до 6-7 метров. Именно на такое расстояние могут разлицаться частицы слюны и мокроты от источника инфекции. И вы должны контролировать периметр именно на таком расстоянии. И вы тоже находитесь в относительной безопасности. Как же еще использовать можно спирт? Что советовал автор метода? Он советовал маску увлажнить водкой, надеть на лицо и делать вдох. Делая вдох через маску, соответственно, пары попадают в дыхательную систему и уничтожают коронавирусы. Он вылечил коронавирусную инфекцию за один день. Но! Если вы внимательно посмотрите то видео, то окажется, что он сделал тест всего один раз. То есть, после того, как у него исчезли проявления коронавирусной инфекции, о которых он не подробно не рассказал. Если у него была диарея, то такой способ лечения, мягко выражаясь, не подходит. Нужны другие способы, о которых я расскажу в этом видео. Они помогают. И спирт там реально будет работать. А вдыхание паров при диарее – это достаточно частое и очень опасное осложнение коронавирусной инфекции. Вернее, одно из ее проявлений сопутствует. Этому проявлению может сопутствовать язвенный анокротический энтероколит и перитонит. Не самый простой способ перенести коронавирусную инфекцию, при котором дыхательные аппараты не работают. Человек может просто истечь кровью или погибнуть от сепсиса. Но! Если вы неправильно используете спирт. Что я советовал бы делать? То есть, такой способ лечения, возможно, он, конечно, какой-то эффект и дает. Но! На мой взгляд, вдыхание паров спирта в дыхательную систему не коронавирус убьет, а слизистую оболочку убьет. И насморк, заложенность носа исчезнет. Спирт просто сожжет слизистую. Вопрос, восстановится ли обоняние, которое тоже при этом теряется. Сомневаюсь. Потому что обонятельные луковицы тоже могут погибнуть. Более того, такой способ лечения я бы не советовал никому. По той простой причине. Если вы убьете слизистую оболочку верхних отделов дыхательной системы, в условиях, что коронавирус присутствовать будет несколько лет, как минимум, в окружающей среде. Он очень изменчив. И я очень сомневаюсь, что будет когда-то найдена вакцина, которая может повлиять на все варианты коронавирусной инфекции. Только сегодня уже известно более 30 больших мутаций и 1200 мелких. Иным словом, он очень изменчив. И именно поэтому возможно повторное заболевание несколько иным штаммом этого коронавируса. Который иммунитет отсутствует. Перекрестный иммунитет, насколько я понимаю, не присутствует. И нужно приобретать иммунитет каждому виду вируса самостоятельно. И вот тут слизистая верхних дыхательных путей в хорошем состоянии вам очень будет нужна. Напомню, что хорошее состояние слизистой и иммунитет на ней поддерживает хорошая работа печени и правильное употребление воды. Такие видео на моих каналах есть. Вы их можете просмотреть. Также много информации я изложил в своей новой опубликованной книге «Ковид-19. Что делать?» Там кроме правильного употребления спирта есть более 500 полезных советов диетолога. В которых я рассказываю так или иначе. Как подготовить свой организм к не самому простому заболеванию. Как его правильно сопровождать при разных проявлениях. И это будет прекрасное подспорье вашему семейному доктору. Который получит разные советы. Обогатит различными лечебными средствами свой арсенал. И может максимально полно вам помочь и на этапе профилактики. И на этапе лечения. Потому что избежать заболевания COVID-19, я думаю, что будет очень сложно. Слишком много вариантов. И слишком легко передается этот вирус. Он очень коварен в этом случае. Но! При правильном сопровождении, при правильном управлении инфекцией это легко сделать. Как можно еще использовать спирт для профилактики COVID-19? Да очень просто! Есть очень известный старинный метод использования спирта. Который помогает поддерживать в хорошем состоянии сосуды. Я напомню. Это очень важное звено. Который обеспечивает работу иммунной системы. Это комбинация спирт и чеснок. Известная настойка омоложения. Она прекрасно может помочь вам и на этапе профилактики. И на этапе реабилитации. Делается очень просто. В первоисточнике измельчается чеснок. 400 грамм чеснока. 400 грамм спирт содержащей жидкости с концентрацией около 70 градусов. Наставиваете 2 недели. После этого процедили. И используйте каплями. Более подробно есть в моей книге. Есть такое видео про настойку чеснока на моем канале. Не буду утомлять вас лишней информации. Она уже есть. Вы можете это видео найти и просмотреть. Более быстрый способ приготовления соковыжималка. Получаете сок чеснока. Смешали со спиртом. И настойка чеснока готова. Она уже может работать как аперитив. Перед каждым приемом пищи. Помогать вам переваривать белковую пищу. Которая служит лучшим питательным материалом. Строительным материалом для вашей иммунной системы. Вырабатывать и клетки иммунные. Вырабатывать антидела. Интерферон. Именно то чего очень боится коронавирусная инфекция. Как и другие инфекции. Которых еще никто не отменял. И такая профилактика очень хорошо будет воспринята вашей иммунной системой. В борьбе с бактериями, вирусами, грибковыми инфекциями. Даже с раковыми клетками может помочь. Поэтому это очень здорово. Какой еще лечебный ингредиент можно использовать. Для того чтобы правильно заниматься профилактикой коронавирусной инфекции. И поддерживать вашу иммунную систему. Улучшать работу всего организма. Есть такая настойка. Называется хреновуха. Там не только хрен в составе. Там и имбирь. Там и лимон. Есть другие ингредиенты. И таким способом вы можете использовать хреновуху. Как оператив перед едой. Для того чтобы улучшить переваривание всей пищи. Особенно белковой. И очень важный элемент. Коронавирус очень боится не только спиртов. Он боится и кислотности желудочного сока. Если у вас сохраненная кислотность желудочного сока. Иными словами при переваривании пищи у вас PH от 0,9 до 2,5. Это нормальные цифры PH. При которой прекрасно переваривается белковая пища. То для коронавируса это смертельная комбинация. Он выдерживает даже чуть менее значительные цифры. PH может быть даже до 3. И здесь он гибнет. Поэтому прежде чем покинуть комфортные домашние условия. Я советую вам правильно перекусить. Иными словами можете использовать настойку чеснока перед едой. Можете использовать хреновуху. Можете использовать к примеру красное вино. Тоже прекрасный аператив. Который поможет вашему желудку выработать достаточное количество соляной кислоты. И пищу переварить. И заодно коронавирусы. Если они оказались в этих условиях. Они тоже будут переварены. Им тоже будет не очень хорошо. А что же с тем методом. Который пропагандировал доктор в Италии. Не советую им пользоваться. По той простой причине. Что если вы понимаете. Что коронавирусная инфекция. Еще недавно пессимистические прогнозы. Что она будет всего несколько месяцев. До года. Теперь эти прогнозы уже супер оптимистические. Реальный прогноз. Коронавирусная инфекция будет находиться в окружающей среде несколько лет. До тех пор пока 60-70 процентов населения не переболеют этой инфекцией. И не приобретется коллективный иммунитет. На каждому коронавирусу. И это очень серьезная задача. И нужно правильно использовать слизистую полость носа. Как один из самых легких способов заражения коронавирусной инфекцией. И самый лучший способ приобрести иммунитет. Без осложнений в виде дыхательной недостаточности. И необходимости использовать аппараты искусственного дыхания. Поэтому берегите свою слизистую нос. Держите ее в увлажненном состоянии. А это значит, что вы должны правильно пить воду на протяжении дня. И эта информация тоже есть в моей книге «Ковид-19. Что делать?» В этой книге много другой информации. Если вы обратили внимание. Более 500 полезных советов диетолога. А в новом издании будет почти 600. В которых я так или иначе объясняю ваши отношения к коронавирусной инфекции. И самое главное, что делать в случае, если меняются определенные условия. Важно правильно реагировать. И в соответствии с этим вы получаете либо крепкое здоровье. Либо коронавирусную инфекцию с не самыми простыми осложнениями. Но предупрежден, вооружен. И как часто заканчиваю свое видео. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Крепкое здоровье может быть любое. Но при неразумном отношении вы очень легко можете потерять. А коронавирусная инфекция может в этом отношении вам не очень хорошую медвежью услугу оказать. Поэтому будьте бдительны. Берегите себя. Если у вас сейчас карантин. Оставайтесь дома. Соблюдайте условия карантина. Организаторы здравоохранения в вашей стране точно знают, как лучше себя вести в тех или иных условиях. Потому что карантин будет плавающий. Он может быть жестким. Если заболеваемость увеличилась. Он может смягчаться. Если заболеваемость уменьшилась. Важно правильно себя вести. Чтобы к этой инфекции, к другим инфекциям приобретать иммунитет без осложнений. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. А если вам захотелось поставить лайк. Можете поставить лайк. Если вы понимаете, что это видео может быть полезно вашим друзьям, знакомым, родственникам. Можете сделать репост. Если вы купили книгу, поделитесь этой информацией с другими людьми. Очень много полезной информации. И для вас. И для вашего семейного доктора. Используя которую вы будете жить лучше и дольше. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко и школа доктора Скачко. Это youtube. А также школа доктора Скачко в instagram. У cổeren. Да, iets так доли есть о ней направления.